Съемочная группа БН осмотрела недорогие коттеджные поселки Тосненского района Ленинградской области. Наш первый объект – коттеджный поселок Новая Грачевка от компании «Народный дом». Этот проект реализуется в деревне Федоровское Тосненского района, примерно в 2,5 километрах от Павловского парка. Всего в проекте будет около 70 домовладений. Участки предлагаются как с подрядом, так и под свободную застройку. Площадь участков – от 7 до 20 соток. В поселке запланированы магистральный газ и электричество. В достомжении будет осуществляться и скважин, канализация локальная. Правда, за коммуникации придется заплатить отдельно. На территории поселка планируется построить административный корпус и магазин. Пока коттеджный поселок находится только в начале реализации. Территория еще не огорожена забором, не подведены основные инженерные коммуникации, нет дорог. Следующий объект – коттеджный поселок Ландыши. Реализует его компания «Весна». Проект поделен на три очереди и включает в себя около 240 участков. Участки предлагаются без обязательного строительного подряда, но при желании можно заказать строительство коттеджа у девелопера. При самостоятельной застройке необходимо соблюдать регламент. В настоящее время в поселке завершаются работы по подведению электричества, магистрального газа, центрального водопровода. Планируемый срок ввода их в эксплуатацию – первый квартал 2013 года. Из объектов социальной инфраструктуры в перспективе планируется построить детский сад, магазин, медпункт, детскую и спортивную площадки. Кроме того, жители поселка смогут пользоваться объектами инфраструктуры Павловска, до которого отсюда не более двух километров. В отличие от первых двух, последний из осмотренных нами поселок располагается несколько дальше от Павловска, на расстоянии примерно 30 километров. Это дачное некоммерческое партнерство «Солнечное», которое находится в деревне Жоржина, недалеко от Тосна. В поселке «Солнечное» всего 49 участков, от 10 до 14 соток. Электричество поселки уже проведено, газификация запланирована на 2013 год. Водоснабжение будет осуществляться из скважин. Участки продаются как под самостоятельную застройку, так и с подрядом. Покупая участок в Солнечном, придется какое-то время потерпеть неудобства. Дороги тут еще предстоит построить. Нет еще ограждения по периметру, охраны и объектов социальной инфраструктуры. Тоснинский район Ленинградской области еще не вполне оценен девелоперами. Коттеджных поселков здесь не очень много. И представлен в основном дорогой бизнес-класс. Однако те поселки, что мы посетили сегодня, располагаются в достаточно престижном месте, недалеко от Павловска. Они пригодны для постоянного проживания. И при этом они находятся в сегменте эконом-класса. Привлекательность рынка загородной недвижимости Тоснинского района в будущем, по-видимому, вырастет. Покупатели привлекут близость к Петербургу, хорошая экология, живописные виды. А пока, по мнению девелоперов, все упирается в довольно изношенные инженерные сети, которые требуют от застройщиков больших вложений, нежели в других районах. Екатерина Семченко, Дмитрий Маклаков и Всеволод Амелин. БНТВ.